Сегодня на заседании Координационного совета по правопорядку обсудили проблемы, возникающие при проведении капитального ремонта зданий. Их несколько. 281 многоквартирный дом Чувашии подлежит капитальному ремонту в этом году. В 49 уже закончились работы. Остальные должны завершить к 1 октября. Открытым остается вопрос качества. Довольно часто жильцы высказывают претензии. При выборе подрядных организаций действующее законодательство не запрещает одной и той же организации участвовать и в конкурсе на проведение строительно-монтажных работ, так и, соответственно, выполнение строительного контроля. Что, в принципе, является неким таким фактором снижения контроля качества выполняемых работ. Решить вопрос возможно, возложив строительный контроль на службу единого заказчика. Отдельная тема – капитальный ремонт объектов культурного наследия. Это специфичное направление. Работать в нем могут только подрядчики, имеющие сертификат на проведение подобных работ. Причем абсолютно разных. И зачастую получается так, что проект переходит от одной компании к другой. Когда мы сначала проект торгуем, потом мы предприятие подрядное торгуем и так далее, здесь много нюансов возникает. А если бы, тем более сейчас федеральный центр такие решения уже принял, нам это позволяет. Проведение работ по таким объектам по принципу финансирования контракта жизненного цикла. То есть проектные работы, производство работы, издача. То есть определяет целый комплекс. Зашла речь и о комиссии, которую жители платят за перевод средств на капитальный ремонт. Олег Николаев поручил проработать вопрос ее отмены. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.